Всем привет, мои дорогие! В сегодняшнем видео хочу показать вам вот такой TV-Box, который я недавно получил. Долгожданный такой TV-Box, но все равно просили, чтобы я его показал. Вот я и показываю. Эта модель называется Vantar X3. Все, что сейчас вы видите на своих экранах, это стандартная комплектация этого TV-Box. То есть это сама упаковка, такая обычная упаковка. Больше здесь как бы ничего нет, здесь просто наклеечка указана, что это за модель. Вот, и все. 8К, 8К, Vantar. Это пульт дистанционного управления, такой минималистичный дизайн, минимум кнопок, самый нужный имеется. Питается пульт от двух батарейок типа 3, а в комплекте батарейки не идут. Покупайте отдельно. Потом HDMI кабель типа Ам с обеих сторон для подключения TV-Box к телевизору около метра. Дальше блок питания на 2 Ампера 5 Вольт. Стандартный блок питания, как использует большинство TV-Box. И стандартный штекер 5,5. И сам TV-Box. Сам TV-Box смотрится таким же образом, как я уже показал, тот же Transpeed X3 и HK1 Box. То же самое. Те же характеристики, все то же самое. Немножко только наклейка разного цвета и разная фирма. Что здесь имеется? Он такой небольшой, маленький TV-Box, интересный дизайн. На передней стороне находится такой мини-ЖК-экранчик, который показывает часы, индикатор питания. Также имеется на правой стороне несколько разъемов. То есть это разъемчик под microSD карточки. Один USB версии 3.0. Следующий разъем USB 2.0. Более обычный такой разъемчик. Следующий разъем RJ45 для подключения интернет-кабель напрямую от провайдера. 1000 Мбитный. Потом аудио-видеоразъем. Можно подключать даже к старым телевизорам. Разъем HDMI версии 2.1. Оптический разъем для подключения более качественной акустики. И разъем питания. Ну, розетку для блока питания, который идет в комплекте. Последняя сторона ничего не имеет. На нижней стороне здесь просто указано, что это за модель. На 4 ГБ оперативки, как видим, 128 ГБ встроенной памяти. Android 9.0. Есть вентиляция, решетка вентиляции. Но что не очень удобно, это то, что вот эта вот ножка закрывает это. Не знаю, лучше его как-то ставить. Как-то непродуманно сделано, потому что вентиляция закрывается. Это из минусов, можно сказать. Ну и что здесь подробнее имеется на этом тибоксе. То есть, как мы видели, здесь стоит Android 9.0. Также здесь стоит самый новый 4-х ядерный процессор от компании M-Logic S905X3. Пока что новый, что у них есть на сегодняшний день. Cortex A55, до 2 ГГц каждое ядро. Связкой с ним идет видеокарта Mali-G31. Есть также двухдиапазонный Wi-Fi, когда и 4, так и 5 ГГц. И Bluetooth версии 4.0. Поддержка большинства форматов, как аудио, так и видео, так и фото. В общем, давайте более подробно посмотрим все это на телевизоре. Приключаемся на телевизор и сами посмотрите по тестам. И в конце подведем итоги. Так, загрузилась эта приставка. Как видите, вот так выглядит рабочий стол. Ну, я уже раньше показывал такой подобный интерфейс. Ну, точно такой же. Они все практически одинаковые в приставках Transpeed X3, HK1 Box. Они все, в принципе, одинаковые. Так, давайте, наверное, сразу начнем по настройкам, как обычно. А потом по всему остальному пройдемся. Настройки. Стандартное меню настроек 9-го андроида. Есть подключение как Wi-Fi, так и интернет по кабелю. Аккаунты, приложения. Удалять, чистить кэш и тому подобное. Пульты, аксессуары. Здесь можно добавить, к примеру, я добавил геймпад. Вы можете добавить беспроводную колонку там, беспроводные наушники. То есть, устройство по Bluetooth. Стандартно. Обновление системы. Здесь можно обновить прошивку по воздуху. Если такая будет доступна. Сейчас у нас последняя версия. Поэтому это последняя, собственно. Настройки устройства. Здесь поподробнее об устройстве. Vantar X3 модель указана. Версия Android 9-я. Сборка. Здесь число не указано. Здесь номер сборки указан. Смотрите сами, в общем. Дальше. Bluetooth. Это то же самое, что только что я показывал. Здесь можно переименовать просто тоже Bluetooth устройство, которое вы подключили. Дата и время стандартно. Языков здесь огромное количество. В зависимости от страны, в которой вы живете. Дальше. Клавиатура и автозаполнение. Здесь же можно настроить как и экранную клавиатуру, так и внешнюю. То есть, подключаете вы пункт к клавиатуру или какую-то еще клавиатуру. Можно отсюда же регулировать все. Ладно. Давайте дальше. Звук. По звуку системные звуки. Здесь уже выбрано вручную. Можете регулировать ползунки. Включать, какой звук вам нужен. В Dolby Atmos он не работает. Здесь нужна лицензия. Некоторые звуки AC3 работают. Я, к сожалению, все проверить не могу, потому что нет нужного оборудования. Извиняйте уж. Хранилище. 4 гигабайта оперативной памяти. Как видите, пишет 4096 мегабайт. Потом 128 гигабайт встроенной памяти. Часть памяти идет на операционную систему Android. Из них, как видите, 118 свободной и доступной. Дальше. Заставка здесь все стандартно. Нечего показывать. Местоположение тоже стандартно. Все безопасность и ограничения тоже самое. Нечего показывать. Здесь же навигационный бар я поставил. Здесь его не было изначально. Также здесь стоит еще дополнительная установка AppPure. Приложение тоже. Все остальное стандартно. Сброс до заводских настроек здесь можно. Прошивку до заводских можно сбросить. И все по настройкам здесь. Дальше есть еще дополнительные настройки. Вы где-то в Droid Settings. Вот она. Ялычок Droid Settings. Здесь уже дополнительная по экрану. К примеру, у меня здесь ограниченное количество разрешения телевизора. Поэтому показываю только максимум Full HD. Если у вас будет телевизор 4К, будет больше доступно. По цветам. Настройки цвета. Dolby Vision имеется. Но он не работает, так как это лицензии. Дальше. Здесь можно подтянуть экран как вам угодно. Если у вас, в пример, где-то выпирает за ваш экран. Или там наоборот, нестандартное разрешение экрана. Вот. Можно регулировать конвертер HDR CDR и наоборот. Также функции SS Control имеется. Настройки аудио дополнительные. Опять же, те же ползунки. Потом настройки выключения. Здесь можно включить режим, чтобы он засыпал. Спящий режим. То есть приставка не выключается, засыпает. Потом с того же места загружается. Или же полностью выключение. Или же перезагрузка. Не знаю, кто третьей функцией пользуется. Функции картинки настройки можно тоже регулировать. И больше настроек. Больше настроек уже выглядит таким образом, как в том же планшете. Как вам уже привычно. Так, ладно. Это стандартно. Выходим. Что дальше? По менюшке. Ну, менюшку, опять же, как я говорил ранее, вы видели. Скорее всего. Но давайте еще покажу. Здесь можно почистить память. Оперативка. Сброс получается потом. Здесь можно добавить, к примеру, что-нибудь. Какой-нибудь ярлычок. Пусть будет. Давайте Аиду. А, здесь максимальное количество здесь установлено. Поэтому показывает, что нужно что-то убрать. Ну, давайте выберем, к примеру, Epic Pure. Выберем. И Аиду вместо него поставим. То есть, заменила его. Давайте наоборот поставим обратно. Вот, вернула обратно. Ну, таким образом можно регулировать это настройки избранных приложений, которые вы больше всего используете. Также есть встроенный YouTube. Давайте сразу его и включим. Встроенный YouTube уже довольно привычно смотрится. Красиво. Зайдем в поиск. Здесь есть голосовой поиск. Давайте сразу его используем. Samsung 4K видео. И, к примеру, видим то, что нашло сразу же. Выберем какой-нибудь ролик, чтобы показать, как работает 4K видео. Не знаю, правда. Выберем стандартный такой ролик, который уже привычный. Я ранее показывал. Ну, и давайте сразу посмотрим, качество какое воспроизвело. 4K, судя по всему. Да, 4K сразу воспроизвело. Давайте принудительно еще выберем 4K. Подгрузка даже нормальная. То есть, без проблем все грузит. Ничего не тормозит. Приставка с 4K видео справляется без проблем. Онлайн YouTube. При этом температура, как видите, 61 градус нагревается. Довольно холодный. Выходим. С YouTube, думаю, понятно. Выходим. Также, то Netflix я запускать не буду. У меня нет аккаунта там. Я регистрироваться не хочу. В общем, не могу в него войти. Дальше. Play Market. Play Market здесь такой стандартный, как и в любом смартфоне, к примеру. Здесь есть тоже голосовой поиск функция, что удобно. Дальше обои можно менять. Можете свои даже вставить какие-нибудь. К примеру, давайте попробуем поменяем на вот эти. Выходим. Вот, как видите, сзади фон поменялся. Довольно симпатично все смотрится. Браузер Firefox один есть. Проводник есть. Давайте во все приложения зайдем. Здесь, по умолчанию, здесь стояло приложение Галерея. Музыка. Настройки. Суперпользователь. Часы. Airscreen. APK Pure. App Installer. Cyberfix TV. Браузер Chrome. Droid Settings. ES-проводник. File Browser. Firefox Browser еще один. KDMC. Тот же кодис стоял. Приложение Google было. Media Center был. Miracast. Modbro. Movie Player. Play Market. Netflix был. Prime Video. Smart YouTube. YouTube такой стоял сразу же. Что хорошо. Toby TV. YouTube еще один такой обычный стоял. Потом эти обои. VLC. И Update приложение. Все остальное добавлялось уже. К примеру, давайте еще запущу. К примеру, давайте запустим Browser Chrome. Browser Chrome имеет тоже голосовой поиск, что очень хорошо и удобно. Терминатор ищет без проблем все, что хотите. Ну и таким же образом можно печатать что угодно. Клавиатура здесь такая. Английско-русская. Понятно. Думаю, разберетесь. Приходим. Здесь приложение Super пользователь. То есть это означает, что здесь есть врут права. Опять же мы можем проверить дополнительно, если хотите. Также, что здесь еще может быть. YouTube. Давайте еще такой запустим. Мы обычный запускали. Smart YouTube выглядит таким тоже довольно симпатичным образом. Похоже на предыдущий. Дальше. Давай тоже голосовой поиск запустим. Проверим. Samsung Video 4K. Опять же, нашло то, что ищет. То, что вы говорите, то и нашло в принципе. Давайте, к примеру, запущу вот этот ролик. Я надеюсь, он без авторских прав. Довольно симпатичный. Мне нравится. Сразу же проверим качество. Качество видео. Видео в Full HD сразу запускается. Запускаем через 4K принудительно. И как видим, без проблем. Отличное качественное видео. Здесь вообще шикарное видео. Мотается все. Подгружается все. То есть вообще без проблем все запускается. 4K работает отлично. Выходим. Ладно, выходим с YouTube совсем. Что еще? Например, здесь не было изначально верхней шторки. Нижней шторки тоже изначально не было. Я поставил здесь навигационный бар. Вот такой. Вот такой навигационный бар. С PlayMarket можно скачать в любом. Работает нормально. Но давайте, к примеру, попробуем. Как видите, есть многоконный режим. Ну, давайте еще какой-то запустим. Пусть будет вот этот. Два приложения одновременно можно запускать. Можно выбирать приоритет. Что более важно, что менее важно. и пользоваться таким образом. Думаю, понятно. Выходим. Давайте еще запустим какой-нибудь фильм большого размера, хорошего качества через торрент. Я покажу на примере приложения Кинотренд, которое я часто показываю. Пример давайте выберем какой-нибудь фильм. 4К. Пусть будет Терминатор. Темные судьбы. Мексикатор, как некоторые говорят. Выберем торрент. Здесь максимальный размер у него почти что 54 гигабайта. Давайте его и запустим. Выберем через VLC. Фильм довольно быстро запустился. Запускается всегда по-разному. Извиняйте, приходится замыливать, потому что авторские проводы такие видео YouTube не пропускает. Сейчас показывает у меня температура 73 градуса. 72-73. Вот так вот. Фильм отлично работает. В принципе, тянет нормально. Такие фильмы большие. Без проблем. Ну и еще хотел показать на примере приложения HG Video Box, как работает это видео. Здесь это приложение одно из самых лучших. Даже можно сказать лучшее, потому что здесь огромное количество контента. Медиа, как видите, как и фильмы, так и сериалы и тому подобное. Давайте выберем, к примеру, какой-нибудь фильм. Запустим. Давайте, к примеру, пусть будет курьер. Здесь есть вкладка видео и торренты. И видео одного и того же фильма, просто в разном качестве. Как видите, есть как картинка разная, так и озвучка разная. Даже разного языка. Английский. К примеру, выберем, пусть будет лицензионный какой-то. Просто для того, чтобы показать, что это видео запускается сразу. Не нужно ждать, как в некоторых торрент-фильмах. Например, вы смотрите, там нужно чуть-чуть иногда подождать, чтобы запустился. Работает без проблем. Извиняйте, опять приходится замыливать. Авторские права, опять же. 66 градусов в этот раз уже показывает. То есть и по онлайн-видео температура меньше греется, чем через торрент. И работает без проблем. Ладно, я думаю, понятно. Тот же фильм можно смотреть, опять же, в торренте. Опять же, различный объем того же фильма. Различные качества и тому подобное. Здесь огромное количество, как видите, ползунок еще даже не запустился до середины. Большое количество выбора одного и того же фильма. Ладно, выходим. Думаю, понятно, разберетесь. Ну и также ТВ-приставки покупают в основном для просмотра IPTV. Одно из самых основных критериев, которые обычно выбирают при покупке TV-бокса, это просмотр IPTV телевидения. Я покажу на примере приложения IPTV. Оно так и называется. Его можно скачать в любом плей-маркете. Здесь у меня стоит уже плейлист, где огромное количество каналов. Какие захотите. Как видите, каналы часто повторяются. Некоторые каналы могут не работать. К примеру, один и тот же канал. К примеру, давайте включу вот этот. Вот этот, например. Один работает, один нет. К примеру, как видите, не запустился. Значит, второй должен работать. HD. Я буду мельком показывать, потому что опять, чтобы не наткнуться на авторские права. Опять же, следующий канал опять не работает. Значит, следующий работает. Это фильмовый канал тоже. Также мультфильмы и тому подобное. Ну, я думаю, понятно. ТВ-1000. Огромное количество каналов разной тематики. Есть музыкальные, есть спортивные, там всякие футболы. Есть оружие, как видите. Охота и рыбалка. Такого плана. Есть церковные. Есть даже клубничка. Рекомендую сразу ставить родительский контроль. Думаю, разберетесь. Ладно, выходим. Пройдемся также по тестам. Начнем с теста AIDA64. Как видим, модель Vantar X3. Все верно. Платформа Franklin. 4 гигабайта оперативной памяти. 120 гигабайт стройной памяти из них. Получается 110 свободной, потому что основная память от операционной системы Android. Центральный процессор. 4 ядра. Cortex-A55. Разогнан до 1908 МГц. Это очень неплохо. 64-битная система. Отображение графика у нас 1920 на 1080. То есть полноценная Full HD. Видеокарта Mali-G31. Частота обновления 60 ГГц. Open L3.2 для игр вполне подходит. Сеть 5 ГГц. Имеется. То есть есть двухдиапазонный Wi-Fi, как 2,4 и 5 ГГц. Дальше. Android. Android версия 9. Рут доступ. Указано, что имеется. Температура. Температура, как видите, я выставил еще датчик. Здесь вы сами видите. 57 градусов. Довольно небольшая. Но так, в меру в этой приставке. Кодеки. По кодекам. Так, давайте промотаю. Покажу, что здесь есть. Как аудио кодеки, так и видео. Что здесь поддерживается. Большое количество поддержки разной. Имеется. А также проверял тест Antutu Benchmark. Стандартный такой. Получился у меня результат 72 715 баллов. Довольно неплохой. Обычный стандартный результат для этого процессора. Давайте поподробнее кому интересно. По цифрам. Ну, как видите, довольно неплохо. Выходим. Также я проверял еще тест Antutu Benchmark Go. Точнее, Antutu Go, который можно скачать в Play Market. Это новый такой Antutu. Здесь уже показал чуть поменьше результат. 70 279 баллов. По цифрам смотрите сами. То есть, двух версий Antutu разных. Немножко отличается результат. Думаю, понятно. Ладно, выходим. Давайте еще на всякий случай запустим программку, чтобы проверить, есть ли здесь рут права. Судя по всему, права имеются, как видите. Рут права здесь есть. Ну и так как здесь есть рут права, то здесь работает приложение FRD. Это значит, что здесь можно полноценно ставить автофреймрейт. Ладно, выходим. Давайте еще проверим тест Wi-Fi, что покажет тест на Wi-Fi. Запущу его, сейчас посмотрим. Кстати, проверяю я сейчас Wi-Fi на 2,4 Гц, который у меня сейчас есть, подключенных. 2,4 Гц, здесь плохой результат. Видим сразу. Как видите, результат на 2,4 Гц очень не радует. Давайте выйдем, переключимся в настройках на 5-герцовый Wi-Fi. Переподключаемся. И заново начнем поиск. И заново начнем поиск. Как видите, результат совсем отличается. На 5-герц результат просто отличный, шикарный Wi-Fi. Практически максимум у меня показывает. Так что смотрите сами. У кого на 2,4 Гц Wi-Fi, то приставка не очень проходит. Лучше уже по кабелю это подключать. Если у вас есть 5-герцовый Wi-Fi, то можете подключать спокойно. Еще я проверял тест 3DMark. Режим Single Shot Extreme. Другого, в принципе, там уже и нет. Давайте я покажу, что здесь показал. Это тест 332 балла. Поподробнее, кому интересно. Вот как бы все. А еще я проверял PCMark. Тест Work 2.0 Performance. Как видите, вот такой результат у меня получился. 3987 баллов. Очень неплохо получается. Давайте покажу подробнее, кому интересно. Ну и еще подробный график, кому интересно тоже. Уберем. Заряд аккумулятора нам не нужен. Средний использование процессора. Частота процессора. И температура. Ну, я думаю, ему понятно. Ладно, выходим. Ну и также еще проверял тест на троттлинг. Вот такой результат у меня получился. Очень неплохой, на самом деле, результат. Зеленый график, как видите. 92% максимальной производительности. Это очень неплохой результат, можно сказать. То есть троттлинга практически нет. Он чуть-чуть есть, но очень слабый. При этом температура процессора нагревалась до 75 градусов. Его максимальная. При часоте 1,9 ГГц. Вот такой, собственно, результат. Неплохо. Пройдемся также по игрушкам. Начнем с танчиков. Как обычно, в правом нижнем иглу вы сможете увидеть количество FPS. Чем больше FPS, тем лучше качество игры. Максимально это 60 здесь. Настройки здесь низкие. В основном низкие. Средне низкие, но в основном низкие. Продолжение следует... Ну, я думаю, понятно. Играть можно, хотя приставка не игровая, видно. Ладно, выходим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Было бы еще лучше. Также из недостатков, с которыми я столкнулся, это то, что покупать в официальном магазине Vantar я бы не советовал. Я уже много раз там покупал и все время сталкиваюсь с тем, что доставка идет около месяца, а то и больше. Эта приставка мне шла даже чуть больше месяца. Магазин сильно завышенного себе мнения, так сказать. Лучше купить такую же модель на другом магазине. Будет и то проще. А иногда в 4 раза быстрее даже приедет. Ссылку, где я его покупал, конечно же, ставлю под видео. Сами сможете посмотреть актуальную цену в этом магазине, который я покупал, в официальном Vantar. Также могу оставить еще ссылочку на другой магазин, где можно даже дешевле ее взять. И хотите покупать, покупайте. На этом тогда буду прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока. Продолжение следует.